Продается ли имущество супруга при банкротстве? Что будет совместно нажитым имуществом? Какие есть варианты защитить имущество, которое куплено в период брака, а именно совместно нажитое имущество? В каких случаях имущество не продается? Продается ли имущество супруга при банкротстве? Что будет совместно нажитым имуществом? Всем привет! С вами на связи Наталья Котряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, очень много завершенных дел, а также обучаю юристов. Многие действующие банкроты или потенциальные банкроты не знают о том, что такое совместно нажитое имущество и будет ли оно продаваться при банкротстве. Если вы знаете, что будет с имуществом, поставьте лайк. Если не знаете, напишите комментарий, что вы не знаете. И в этом видео как раз я разберу, что будет с имуществом супруга, в каких случаях оно будет продаваться, как защитить имущество супруга и что будет совместно нажитое имущество. Итак, совместно нажитое имущество это то имущество, которое куплено в период брака и оформлено на одного из супругов. Это общая собственность, вне зависимости на кого это имущество оформлено, на должника банкрота или на супруга. В связи с этим на основании пункта 7 статьи 213.26 закона о банкротстве, совместно нажитое имущество в деле о банкротстве продается. Сильное заявление. Простым языком, финансовый управляющий при признании вас несостоятельным банкротом будет делать запросы в государственные органы по вам, как по должнику банкроту и по вашему супругу при наличии. Кстати, финансовый управляющий будет делать запросы, даже если у вас брак расторгнут, в течение трех лет до даты возбуждения процедуры банкротства. Финансовый управляющий не делает запросы по бывшему супругу, если брак расторгнут более трех лет с даты, когда суд принял заявление к производству, а именно вынес определение принять ваше заявление о несостоятельности банкротства к производству и назначить дату судебного заседания. И если финансовый управляющий выявляет имущество, которое было приобретено в браке, он это имущество включает в конкурсную массу. Еще раз повторюсь, вне зависимости, что это имущество оформлено на вашего супруга и он является титульным собственником. Финансовый управляющий продает это имущество по общим правилам. Предположим, это автомобиль, финансовый управляющий его выявил, а этот автомобиль зарегистрирован за вашим супругом. Финансовый управляющий, выявив этот автомобиль, обеспечивает сохранность этого автомобиля. Если супруг должника отказывается передавать авто, то через суд и приставов. Далее финансовый управляющий оценивает это имущество и организовывает торги. Вырученные денежные средства, предположим 500 тысяч рублей, 250 тысяч рублей включает в конкурсную массу должника банкрота и 250 тысяч рублей выплачивает супругу не банкроту. Как правило, так. Исключением может быть тот факт, что ваш супруг, который не банкрот, является со-заемщиком или поручителем по вашим обязательствам. Тогда сначала гасятся общие долги, а потом часть денежных средств возвращается вашему супругу. В каких случаях имущество не продается? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, попрошу каждого, кто смотрит это видео, поддержать меня, подписаться на мой канал. Для своих подписчиков я регулярно провожу прямые эфиры и отвечаю на вопросы. И это бесплатно. Минута рекламы. Чем я могу быть для вас полезна? Во-первых, я провожу процедуру банкротства под ключ до результата по всей России и сохранением имущества, если это возможно сделать, и защиты от коллекторов и так далее. Контакты для получения бесплатной консультации в описании. Внимание, бесплатная консультация только для тех, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Далее у меня есть лекция по самостоятельному банкротству и лекции банкротства от А до Я. Желающие могут приобрести эти лекции по ссылке под этим видео. А также всех желающих в третьих я обучаю нюансам банкротного дела, как стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать от 77 тысяч 500 рублей за одно дело. Это актуально для юристов. Подробнее в описании. В деле о банкротстве не продается имущество супруга, которое, во-первых, получено в дар, во-вторых, получено по наследству, в- третьих, куплено до брака. Если финансовый управляющий установит, что имущество куплено до брака, он его в конкурсную массу не включает. А также если финансовому управляющему ваш супруг представит документы, что, к примеру, этот автомобиль получен в дар вашим супругам, то финанс управляющий также это имущество в конкурсную массу включать не будет. Какие есть варианты защитить имущество, которое куплено в период брака, а именно совместно нажитое имущество? Самый распространенный и надежный способ это раздел совместно нажитого имущества. Его можно осуществить как и до банкротства, так и во время процедуры. На практике у меня было и так и так. Ваш супруг, если не согласен с продажей общего имущества, подает иск о разделе совместно нажитого имущества в суд общей юрисдикции. С целью доказать, предположим, что это его личное имущество и оно получено в дар или денежные средства были получены им в дар от кого-то, чтобы приобрести это имущество. Или же есть иные варианты по разделу, как к примеру, ваш супруг подает на раздел общего имущества, просит суд оставить имущество за собой и половину стоимости имущества обещают вам компенсировать. И в эти денежные средства по расписке от супруга вашего получается. Есть на самом деле тонкости при разделе совместно нажитого имущества. Также есть иные варианты сохранения имущества. Если у вас есть имущество, которое совместно нажитое и у вас есть потребность оставить его за супругом, подробнее лучше обсудить на консультации. Резюмирую. Совместно нажитое имущество будет включаться в конкурсную массу финансовым управляющим. Он его выявит. Суд арбитражный не завершит процедуру без ответов по супругу должника, даже если был развод. Поэтому рекомендую заниматься защитой общего имущества еще до банкротства. По теме видео все. До встречи в следующих видео. Еще раз попрошу поддержать меня, подписаться и поставить лайк.